Хоба! Привет! С вами доктор Влад. С утра пораньше, но не на Трэдмиле, а здесь у себя в студии. У меня жена опять пасёт внука, осталось там ночевать, а я вот прямо отсюда. Сегодня первое выступление. Почему отсюда? Ребят, очень много информации, а там всё-таки на Трэдмиле трудно там этой мышкой всё искать, крутить. Итак, первое, что я хочу сказать, ребята, вот у Ютуба сейчас новое правило, да, и в общем-то я вас просто призываю, да, ставить лайки или даже дизлайки, если вам не понравилось, потому что Ютуб вообще смотрит, как народ реагирует на то или иное, на тот или иной ролик, да, и в общем тут, оказывается, и дизлайки тоже играют роль. Ну, лучше лайки, конечно, это приятнее мне просто. Ну и вот, вчера я рассказывал про Скрипалей, да, про вот это отравление. Ну, я ссылался на Венедиктова, они там по-английски всё прочитали, а я что-то не догадался сам-то почитать. Вот, мне бы было ещё проще, наверное. Ну, вот сегодня уже всё это переведено, и вот я читаю, значит, статью, которая называется «Омерзительное нападение на нашу страну». Заявление премьер-министра Великобритании. Ну, Тереза Мэй её зовут. Ну, в общем, ужасно, конечно. Она тут поливает российское правительство последними словами, можно сказать. Вот, причём несколько раз подчёркивает, что к русскому народу, к русскому населению, это, во-первых, не имеет никакого отношения, вот, а во-вторых, когда у вас будет нормальное правительство, мы с удовольствием будем с вами сотрудничать. Вот, это очень важно, конечно, ребята. Вот, это первое, да. Ну, и сразу МИД Российской Федерации, тут в лице Захаровой, гав-гав-гав-гав-гав, и статья называется «Воступление Терезы Мэй выдержано в абсолютно неприемлемой тональности». Ну, ребят, чё хотели, да, за что боролись, на то и напоролись. В общем, так тут, чё можно сказать. Причём она ещё тут какие-то кусочки, значит, начинает опортистовывать. Там, знаете, там две фотографии вот этих двух отравителей, да, значит, по коридору идут, и в ту же самую минуту, в ту же самую секунду. Ну, понятно, что в тот же самый день. И вот она к этому прицепилась, что это всё подделка и так далее. И вот я тут перескакиваю, интересно пишет, есть такой Ирек Муртазин, да, блокер. Вот, и вот он пишет, что, ребят, а тут ничего удивительного здесь нет. Вот эти скриншоты, да, там просто разные коридоры. Вот в чём дело, он даже тут вот фотографию прикладывает, да, что это две камеры видеонаблюдения. Ну, да, они в паспортной контроле просто шли параллельно, как бы, да, ну и в одну секунду попались. Так что ничего абсолютно удивительного в этом нет. Я потом к Муртазину ещё разок вернусь. Ладно, что ещё? Вот Фонтанка, да, Фонтанка, Фонтанка. Она нашла тех, помните, я вчера, вот мой последний ролик уже такой, у меня уже язык заплетался. Вот, я говорил о том, что, ну, а чё бы, чё бы выставить вот их, если вы против, да, ну, найдите их вот этих вот людей. И покажите, что они на самом деле не грушники, они прекрасные семьянины, оба трактористы, работают на тракторном заводе там или что-то в этом роде. Оказывается, Фонтанка нашла их. Это даже очень просто, но нашла как? Несмотря на зрелый возраст, биографии мужчин скупы и отдают мистификации, что не исключает британскую версию о вымышленных именах и работе подозреваемых на российскую разведку. Ну, вот они их нашли, вот родился первый этот Баширов, да, родился 12 апреля 78-го года в Душанбе, был зарегистрирован в Москве 25-этажном доме на Большой набережной улице. Вот, и тут как-то даже странно, ну, во-первых, там его нету вообще, этого мужика, да, ну, просто он не прослеживается. Вот, правда, у него есть страница в Фейсбук, но она пустая. Ну, и, в общем, насчет второго еще хуже, да, Петрове известно еще меньше. Вот, так что, ну, явно это, Фонтанка подсуетилась, и явно это выдуманные личности, легенды, да. Вот, это два, значит, или три уже. Ну, то же самое Белл, вот деловой проект Елизаветы Осетинской. То же самое, вот она их, нет, она, знаете, что, она рассказывает, вот, когда они прилетели, когда они улетели. Ну, в общем, вы все это дело знаете, да. Вот, и как провозили новичок, вот этот вот во флаконе из-под духов и так далее. И тоже она, значит, да, она тоже нашла их, вот этих, вот эта девушка, она их тоже нашла. И выяснилось, что, в общем-то, это, ну, дутые профили ничего не соответствуют абсолютно. Таких людей нету. Вот, ну, то есть они грубшеньки на самом деле. Правильно, Тереза Мэй сказала, что это все, это легенда просто. Ну, вот, дальше, ага, ну, дальше насчет, знаете, что, вот тот же самый Эрек Муртазин, он пишет интересную вещь. Я, почему я не верю в причастность ГРУ к отравлению Скрипалей? Ну, я все читать не буду, но смысл в том, что, ну, если бы же это были грушники, да, они бы точно, как он пишет, если бы ФСБ или ГРУ получили приказ на ликвидацию Сергея Скрипаля, его уже не было бы в живых, да. Ну, это как Путин в свое время говорил, если бы там была российская армия, мы давно были бы в Киеве, да. Вот, и тут же в кон, да, опротестовывает статья, значит, об убийстве на нищей и дешевой России. Я вот тоже не обратил внимания, да, полезно других людей смотреть. И вот он пишет, знаете, что самое удивительное, печальное и тревожное в новых подробностях по делу о попытке отравления Сергея Юрьевича Скрипалей? Недозированный гнев британского премьера, ну, с чего я начинал, да? Неполное разоблачение людоедской сущности ГРУ и Кремля. Вот, а то для россиянина это самое тревожное и печальное, это потрясающе дилетантский, нищебродский и заведомо провальный уровень исполнения экзекуции, никак не соответствующий великой и ужасной северной державе, называемой новой империей зла. Судите сами. Двое киллеров могучего и фесильного ГРУ прилетают в Лондон эконом-классом аэрофлота. Нервно-политический агент-новичок везут с собой вручную кладень, останавливаются в дешевой лондонской гостинице на Атшибе, куда прибывают на электричке и метро, вручную смешивают смертельно опасный яд в гостиничном номере. То есть он как бы это бинарный, да? Две жидкости сами по себе, они абсолютно безвредны, но когда их смешивают, что получается, яд, да? Потом, значит, дважды посещают в Солсбери, куда едут опять-таки на электричке, передвигаются по городу пешком и улетают прямым рейсом в Москву опять-таки эконом-классом. Никаких арендованных машин, тайных встреч с резидентами, конспиративных квартир, запутанных маршрутов через третьи страны и прочих атрибутов шпионских историй. Все просто как топор. Прилетели, отравили, улетели. И вот тут фотографии вот этих вот флаконов. Ну, подделан. Ну, видно, что он подделан. Вот. Да, и дальше вот он пишет. И даже флакон с ядом выглядит, как удивительная самоделка, подклеенная скотчем. Куда подевались? И дальше он задает резонный вопрос, вот этот блогер. Куда подевались все гигантские секретные бюджеты ГРУ? Действительно, сейчас вот секретные же там сколько-то процентов. А сколько-то процентов от всего российского лавового бюджета? Это очень большие тени. Куда подевались все гигантские секретные бюджеты ГРУ? Неужели во всей России не нашлось денег на аренду машин для российских агентов всесильной разведки? Почему они передвигались, постоянно светясь под камерами и подвергая себя огромному риску задержания? И почему они выглядели лучше, чем бомжей? Лучше, чуть лучше бомжей. Я вчера как раз, я сейчас смотрю, то, что в детстве не посмотрел, агент 007, да, там МИ-6. Но он всегда, значит, с бабочкой туда-сюда. Да, я понимаю, это кино, но все-таки они действительно на бомжей больше похожи. Бедная, бедная наша страна, это он пишет. Кажется, нам, ее жителям, следует бояться на порядок больше, чем всему Западу. Так ведь и сгинуть недолго с таким нищим оборонным бюджетом. Вот такие дела. Ну и тут вот еще статья Карина Орлова насчет того, что внутри администрации Трампа сопротивление постоянно. Ему что-то не показывают. Вот, что-то мимо Трампа проходит. Просто вот держит его как бы... Не суйся, мужик, не суйся. Ну, без тебя сделаем, не суйся. Очень интересно. Я вот кусочек, но я не мог этого не сказать, что Америка терпит своего президента сейчас. И это плоховатенько. И последнее просто, чтобы повеселились. Вот я сейчас у нас в Риме без десяти пять, да. Для меня это нормально, но утро. И вот статья очень интересная одной блогерши. Называется Королей капусты. Кто рано встает, значит, тот к обеду уже задолбался. Это я про аризонский распорядок дня. В принципе, мне нравится, что у нас принято все начинать с утра пораньше. Аризона, ну, штат южный, да. Детей в школу к семи, на работу к полвосьмого. В выходной встать с рассветом, прогуляться, пока полуденная жара не пришла. Но кое-что кажется экстримом даже по моему стандарту. Записываюсь на прием к врачу. Мне предлагают назначить время в пять тридцать. Вечера, уточняю я. А тетенька в регистратуре говорит. Зачем вечера? Утро, конечно. Многие пациенты любят записываться на время пораньше, перед работой. В пять тридцать, ребята. Вообще, как-то в современном мире меняется концепция рабочего времени. Найти стоматолога, который работает в пятницу, нереально. Во многих учреждениях прием посетителей до трех. Вот я вам всегда говорил, Америка встает очень рано. Я недавно тут ролик снимал с собаками, еще удивлялся. Думаю, а что машины стоят? Забыл совсем. Лайборд-дэй. День труда. Это выходной день, оказывается, был в понедельник. Мне тут подсказали. Спасибо. Никак я не привыкну к праздникам. Да я их вообще не люблю. Я на них внимания не обращаю. Мне это, собственно, какая моя наплевать. Только почта не работает. Ну, дай бог с ней. Ну, в общем, вот как-то так, ребята. Я вот назову, пожалуй, ролик. Не знаю, как назову. Может быть, ответ Марии Захаровой. Да. Ну, в общем, что-то такое про Скрипалей. Всего хорошего. До свидания. Мы еще встретимся с вами сегодня. Доктор Влад с вами. Продолжение следует.